Музыка Здравствуйте, это канал Максимадзе и снова фан-игры по Хеллоуныбру! Короче говоря, сегодня у нас Hello Neighbor Forgotten House. А вообще, у меня старая версия при альфа, есть версия поновее. Однако, почему я выбрал при альфу? Потому что более новой версии там дом из альфы 2, а тут дом из альфа 1. Причем не просто дом из альфа 1, а еще и измененный. С измененным интерьером, как я заметил по роликам. И поэтому мы посмотрим, наверное, и ту, и ту версию. Вообще, у меня еще один подписчик скинул мод на обычный Hello Neighbor Random House, где типа рандомная генерация дома. Я думаю, надо будет тоже взглянуть. Тем более, я ее на Steam установил. Еще не знаю, запустится или нет. Но если запустится, будем обязательно сыграя. Также он очень хочет, чтобы я поиграл в фан-игры по Hello Neighbor 2. Не уверен, что я с большой охотой буду это делать. Потому что Hello Neighbor 2 мне, честно говоря, не очень понравился. Однако, в этих фан-играх, как я посмотрел, есть реально интересное нововведение. Поэтому, я думаю, все-таки взглянуть стоит на них. Подписчик этот явно Hello Neighbor 2 больше любит, чем первый. Ну, может не так, конечно. Но все наводки к этому. Ладно. Forgotten House. Для Forgotten House есть настройки, настройки графики, языки. Русского здесь, к сожалению, нет. Русских не любят. Есть какие-то типсы за недоступная кнопка. И нажимаем процессы. У меня не было никакого процесса. Значит, нажимаем новую игру. Во-первых, можно заметить, что дом немножко в других цветах. Сделан. Дверь в подвал красного цвета. Да, тут ниже 30 фпс даже, что-то. Только вот, что неприятно. Еще опять аллергические заложенности у меня начинаются. От кошки, наверное. Новый. На Волоком канале можете посмотреть, если кто-то не видел. У меня новая, у нас новая кошечка. Что ж, давайте смотреть. Собственно говоря, я вижу, что... Курсорчик... Клоуны Вар-2 напоминает. Только что-то я прям мыльцо вижу и рябь какую-то прям в стеклах. Что не очень приятно. Давайте смотреть. Так, наш дом зеленого цвета. В то время, как в оригинальной Альфе 1 он был оранжевого цвета. То же самое касается нашей машины. Она здесь зеленого цвета. Что тоже интересненько так. Мне кажется, или у соседа ключик висит на поясе. Да, мне кажется. И, кстати, моделька соседа из второго Хлоуны Бара. Да, дом немножко в других цветах, действительно. И мы с вами его изучим. Обязательно. Трамвайчик, кстати, я смотрю, желтого цвета здесь. В оригинале он обычно красный. Тут лестница есть, но дверь все равно закрыта. О, генератор. Давайте сразу включим его. Куда-то провод этот ведет. Закрыто. Жаль. Желтый гараж. Отлично. Мы это сделали. Яблоко валяется на земле. Какого фига? Интерфейс как в При-Альфе, кстати. Версия При-Альфа. Впрочем, эта версия есть как При-Альфа. Но дом из Альфа-1. Конкретно в этом моде. Так, давайте гараж смотреть. Пульт от гаража. О, им даже управлять может. Прикольно. Пульт от гаража. Это, кстати, действительно одна из вырезанных вещей в Холлоуне. Блин, не появившись ни в одной версии. Но модеры возвращают такие вещи, слава богу. Это. Мы далеко не впервые, кстати, с вами видим. Офигеть. Пульт от гаража. Впрочем, как мы выяснили, в финальной версии сам гараж-то удален был. Короче, здесь у нас не могила, а домашний кинотеатр какой-то, который, правда, не работает. И молоток у нас имеется сразу. Шкаф зеленоватого цвета. Сразу давайте откроем. Давайте на всякий случай его возьмем. Может, он еще пригодится где-то. Здесь нет воды. Здесь у нас мебель стоит вместо воды и акулы. Так, тут решетка закрыта. Так, здесь какой-то рычажок. Который почему-то не нажимается. Чуть не работает. Ладно, потом разберем. Ой. О, тут даже третий этаж есть. Ничего себе, серьезно? Это интересно будет взглянуть. Так, закрыто. Дырка также присутствует. Но она как модель дома. А эта комната такая же, как и при Альфе, только с зелеными стенами и с зелеными креслами даже. Короче говоря, весьма интересно все это разглядывать. А здесь что? Камеры нету, но здесь шкафчики какие-то. Комната практически пустая, и в ней ничего практически нету. Этот эффект страха, появившийся в первый раз во второй Альфе, тут присутствует. Ладно. Почему этот рычаг не работает, непонятно. Но с этим разберемся, пожалуй. Разберемся, по крайней мере, куда он ведет. А открытие не открыть, а это мы разберемся потом. Что он встал-то просто из-за... Он застрял, по-моему. Он даже не заметил меня, а тут гроб, блин, спальня, обалдеть. Это фигня не нажимается. С улицы идет. А, вот. Открылась какая-то решетка. На втором этаже, я так полагаю. Давайте с улицы зайдем туда. Что-то сосед застрял, по-моему. Ну и застрял, ну и застрял, фиг с ним. Зато пройдем. Что он встал? Он застрял, по-моему. Забаговался. Что на руку нам определенно сыпьет. Да, вот эта решетка открылась. Куда ведет вот этот провод? А я тут ключ выкинул, да? Если это тот... Если это вообще подходящий ключ к той двери. Ну-ка, давайте посмотрим. А где... А вот он, я уж думал, потерял. Потерял. Сейчас. Да, здесь вместо ружья вот такая комната с несколькими дверьми. О, подходит. Ничего себе. Ух ты ж, ё-моё. Код какой-то здесь. О! Открылась. Третий этаж. Ну-ка, что у нас тут? Так, ну... Ааа, закрыта какая-то дверь. Со шкафчиком. Где же ключ этот искать, а? Давайте разбираться. Что здесь? Здесь ничего нету. Ультрафиолетовую лампу где-то надо достать. Замок лежит. Ничего себе. Давайте ультрафиолетовую лампу искать. А, вот он. Ну что из этого нам надо просвечивать? Какие-то картины? Или не картины? О, сосед ушел отсюда. Сосед уже где-то в другом совершенно месте. Давайте код искать. Нет, это не та картина. Непонятно, где код этот находится. Но, возможно, за одной из картин. Не за этими, не за этой. И не за этой. А за какой же? И тут нету. О, вот он. 5, 6, 7, 5. 56, 75. 56, 75. 56, 75. 56, 75. Не забываем. 56, 75. Отлично. Вот это другой разговор. А медведя в печке надо поди расплавить, да? Ну тут спальня какая-то более-менее приличная. Не то, что какая-то странная комната с детской люлючкой в первой альфе была. Другое дело, абсолютно. Что ты вмещаешься? Левой кнопкой мыши надо было. Да, вот сколько я видел модов, где реализовали вот это вот расплавливание вот этого медведя и получение ключа. Почему этого не... Почему это не было реализовано в оригинальном... в оригинальной альфе-1, учитывая, что там тем более были... были рисунки, которые это... надавали на эту подсказку. Но это не работало там. Почему? Так, где вход на третий этаж? Что у нас тут? Отлично. Ключик от подвала. Сейчас посмотрим подвал. Собственно, видимо, остальная часть третьего этажа у нас... через лифт, который не работает. Смотри, этаж у нас. Поехали. Подвал имеется. Закрыто почему-то. Ой, блин. Что это было вообще? Спрячьтесь. Сюда. Обалдеть. Так, подвал тот же, что и в... Тот же, что и вальфи-1,5, да. Бежим. Ой. Ээээ, в смысле, каковач? А куда мне надо было бежать? В другую сторону шеи? Ну. А, это конец, что ли? Ну что за конец такой хреновый, а? И полиция едет. Неужели за соседом? Ну что ж. Неплохая фан-игра. Реально хорошие изменения в доме. Специально спасибо Dynamic Pixels, Tiny Build и AirGas Studios. AirGas Studios это вроде как выкупленная Tiny Build Dynamic Pixels, которая уже занималась разработкой Hello Neighbor 2, как раз и других последующих игр. Собственно говоря, получилось реально неплохо. Я этой фан-игре поставлю, наверное, плюсик. Неплохо. Я думаю, нам надо и следующую версию взглянуть, в которой дом из Альфы 2. Там тоже, я так полагаю, есть на что посмотреть. Ну и фан-игры по Hello Neighbor 2, я думаю, тоже мы взглянем все-таки. А на сегодня все. С вас, если подписаться с меня, подписывайтесь на мой влоговый канал, вступайте в ВКонтакте, в Дзен. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok